Дневной разворот Что ждет любителей джаза В городе Кирове в ближайшие дни Да, но сейчас тема у нас совсем другая Тема важная, социально важная И она такая, я бы сказала Проблемная с двух сторон Потому что с одной стороны Есть жители микрорайона Чистой пруды Которые никак не могут дождаться Окончания строительства путепровода С другой стороны есть жители Центральной территории, скажем так С этой стороны путепровода С этой стороны путепровода Это жители домов по улице Попова Перекресток Попова и Красин И вот сейчас в связи со строительством дороги В завершающую стадию Вступает путепровод Люди опасаются, что могут лишиться Во-первых, прилегающей к дому территории Во-вторых, путей, по которым может до дома Добраться скорая, пожарная Там газовая служба Все кто угодно Почему? Потому что под строительство развязки Забирает всю территорию Которая прилегает к домам Ну вот если в Яндексе карту открыть Можно увидеть улица Попова Вот то ее продолжение, которое должно быть построено И вот эти вот дома Их разделяет такая небольшая территория На которой сейчас на карте Маленькие такие тропочки протоптаны И небольшая дорога, которую тоже На панорамах можно видеть Все это будет перестроено Так скажем, да И там появится большая такая Транспортная развязка Ну давайте гостей наших представим Елизавета Городилова Жительница дома на Попова 40А Елизавета Михайловна, здравствуйте Здравствуйте Добрый день Татьяна Турунцева Жительница дома на Попова 42А Это соседний дом Татьяна Петровна, добрый день Здравствуйте Добрый день И еще мы будем подключать Жителю дома на Попова 46 Это девятиэтажный дом В отличие от первых двух Двухэтажечек Но это будет чуть попозже Мы по телефону наберем Веронику Бакулеву Давайте сейчас просто вот Ну немножечко погрузимся Так скажем, в историю В предысторию этого вопроса Когда началось строительство путепровода Когда расселяли часть домов По улице Попова Там по-моему 4 или 6 домов Были снесены 4 дома было снесено Три года назад Началось вот это строительство путепровода Но мы конечно не ожидали Вообще такой беды Огромной Мы сейчас живем как на вулкане Эти три года Вот что-нибудь для нас Такое все делается плохое Для нас ничего хорошего не делается Вот Но в итоге мы вот К 2019 году Мы остались С одним выездом И с одной тропочкой По которой мы можем выходить В центр Города И вот 20-го у нас было собрание В эту среду В эту среду 20-го февраля 20-го февраля было собрание С администрацией С УКСа С УКСа были С администрацией были Города, да? И с управляющей компанией С вашей управляющей компанией С мостоотряда еще были Это вот с которой строят Да Который строят Вот И они значит нам объявляют Что они забирают у нас Большую часть придомовой территории Вот они на этом собрании это говорят? Да То есть раньше об этом речи не было? Но они говорили Что возможно мы заберем И возможно мы вам сделаем Территорию придомовую Сбоку от 42-го А дома На месте снесенного дома 44-А Это вот еще до того Они говорили, обещали как бы Да, это было еще где-то В 18-м году В начале года Но в итоге Когда дом снесли Осенью 2018-го года Это был 44-й дом по улице Он в одном ряду с нами Это такой же домик был Двухотажный Такой же двухотажный дом Вот Но дело в том Что они там абсолютно ничего не сделали Вот только снесли И все Они подготовили значит эту площадку Они хоть мусор-то вывезли строительный? Мусор вывезли Но все остальное вот Яма и все Ничего не сделано И сейчас вот зимой Они значит вот приехали И нам объявляют Что вот мы у вас забираем и дорогу Вот до Ну можно сказать До дверей подъезда То есть вот прямо вот Вышли из подъезда И сразу все Да Будет дорога Самое сказали Сразу под машину Да И пешеходная Там до колодца Такой распределительный Колодец Для отопления Для горячей воды Вот до колодца 6 метров от подъезда И вот в этом промежутке Они хотят нам Сделать дорогу И пешеходную еще Потому что Со всех домов С Комсомольской С Попова 46 Все ходят через наши Дворы Больше некуда Подождите Я не очень поняла То есть от распределительного колодца Который сносить нельзя Вот это вот Это сооружение До вашего дома Всего 6 метров? Да А как там можно сделать Дорогу 6 метров? Дорогу 6 метров Можно сделать Другое дело то Что это будет прямо Вот в стену дома Нет Николай Ну просто этой ширины Не хватит Даже там для Однополосной дороги Дорога направлена Для однополосной Хватит Для однополосной Хватит Нормально Сейчас крышу тротуар Да ведь речь Не про то что машинам Не хватит Людям не хватит Представляете там поток Какой пойдет Транспортный Оттуда Ну не знаю пока Там поток Это не будет Но дело в том Что мы все ходим там Так И машины Должны к нам Во двор заехать На Попова 40 А у них Под самыми окнами Будет дорога Ребенок вышел Вот например Мама отправила его Погулять Он вышел И он уперся Прямо на машину Вышел и прямо На проезжую часть Да Такого ведь Не должно Нет Не должно Тогда они значит И еще падает же С крыши снег Вот сейчас он скатился С крыши С профильной И огромные глыбы Больше метра Самое Высотой Они это самое Мы показали даже Не успели убрать просто Мы говорим Вот как вы это представляете Машина едет Ребенок идет Там Ну с коляской идут Сверху снег падает Сверху снег Такой глыбой Как сошел И что Они вам небось Пообещали Что будут каждую неделю Приезжать чистить Чтобы не было Нет Они говорят А до этого У вас был шифер Мы говорим Да Вы нам предлагаете шиферы Снова постелить Вместо профиля В общем Потом они вроде Говорят Мы будем тогда Укреплять колодец И по колодцу Вам пустим дорогу Мы говорим Вы не трогайте Нашу дорогу Которая 3 метра Которая возле дома От колодца Да Вот она От колодца 3 метра Нет Нам надо вот сюда Цыпку делать Все То есть это вот Они только объявили Здесь в эту среду Да В среду А до этого Как бы не говорили Что такие планы есть Ну что дорогу-то заберут Они такого не говорили Не говорили раньше Да Что вот именно Дорогу даже заберут Ну так как Ань прикинь Что по колодцу Вот этому Да Никакой дороги Никто не решит Отсыпать ничего Потому что это уже Другое совсем хозяйство Да Там работают КТК Да И они Так это просто запрещено Они сказали нельзя У нас извините Пекарни сносят Которые на сетях строят Поэтому тут Собственно У них получается так Что выбора нет И у вас получается Выбор нет У вас прямо у подъезда Будет машинки ездить Так они нам просто заявили Сказали Если вы не хотите эту дорогу Если вы за ней скажете Мы вам вообще ничего делать не будем Раз вы будете против Вообще ничего делать не будем Это как Что тогда получится А чего обещают Как хотите Добирайтесь Татьяна Петровна А что получится Вот если вот Ничего делать не будут Ничего там не будет Мы не проедем Просто напросто К 40-му А Вы вообще не подъедем В 40-й А Мы вообще не попадаем Так давайте расскажем Как машины к вам сейчас ездят То есть они поворачивают Сейчас вызывайте скорую помощь Как вам едет она Она едет с Комсомольской Заворачивает На Попова Между домом Комсомольской 99 и Попова 46 Идет по ихнему двору Заезжает к нам Спокойно До нашего дома Сейчас они нам вот перекроют Если 42 А перекроют Значит 40 А вообще Отрезаны От мира Вот И Людям ходить Тоже негде будет То есть вам Простите пожалуйста За такой бытовой вопрос К вам не мебель Нельзя будет подвезти Какая там Не стройматериалы Нельзя будет подвезти У вас и газовые баллоны Да у нас газовые баллоны Нельзя будет подвезти Газовая служба Не подъедет Они не понесут ребята Нет конечно Так мы еще объясняем Если что-то случится Взорвется дом То и рядышком И садики Все дома пострадают Они даже этого не понимают Что мы пожароопасны Теперь давайте разберемся Вот с чем Три года назад Четыре года назад Когда пошли разговоры О строительстве путепровода И о сносе домов Вот были снесены Четыре дома Ваши дома Тогда рассматривались Вот эти два дома Как попадающие В зону сноса Или нет Самый первый проект был Самый Вон все дома сносились Все Все шесть Все шесть Все сносились Потом они пересмотрели Сделали только Три дома Которые чисто по Попово 44А Попал совершенно случайно Он попал По аварийности То есть просто аварийный дом был Да И просто его уже тут Заодно тут за компанию Снесли и его А мы Значит вот А вас решили оставить Да Оставить защитой для детского сада Защитой Это в смысле как Живой щит что ли А то есть вы сейчас будете Шум подавлять Да Шумоподавильный Вы у нас будете Да И шумы И выхлопы Все На себя берем На себя берем И чтобы детям хорошо решалось Тоже хорошая миссия Да Ну вот смотрите Вы какие Да будете молодцы Фактически Вот вы защищаете Собой детей Да Ну что-то можно сделать Можно только сказать Что нам пора Наверное сделать Маленький перерывчик Да После перерыва Мы вернемся И будем уже наверное Набирать Веронику Бакулеву Программа Дневной разворот Продолжается В нашей студии Елизавета Городилова Татьяна Турунцева Это жители домов 40 и 42А По улице Попова У людей возникла Очень непонятная Пока там И для нас И для них ситуация Для них там Мне кажется Как раз понятно Но крайне неприятно Я очень надеюсь Что все-таки Будет какое-то Принято решение Которое хотя бы Частично погасит Негативные последствия От строительства Вопрос-то в чем Дороги развязки Вы в среду Встретились Да поговорили После этого Какие-то действия Уже были Ну в общем-то Мы собрали Все подписи Что мы против Вот из двух домов Да А там много вообще жильцов Ну 8 квартир 16 квартир В двух домах 16 квартир Да А жителей сколько Ну примерно Ну к нам присоединилось Еще девятиэтажка Они тоже тут были Девятиэтажки Это Попова 46 Да На собрании Они заинтересованы Им ходить надо же Всем тоже Вот И дело в том Что они Такого не было Вы подписи собрали Куда сейчас Вы с ними пойдете Мы должны их отнести В управляющую компанию Там значит Заполнит протокол Что мы все против И пока ничего не решили Конкретного Чтобы для нас Было приемлемо Но это ваша Придомовая территория По большому счету Без вашего согласия Они не имеют права Там ведь ничего делать Они заявляют Что мы уже ее У вас отчуждили Каким образом Меня отчудили Без вашего согласия Вашу придомовую территорию У нас что военное положение Введено Или как Я не понял Ну они как бы говорят Что не было сделано Межевание Если бы межевание было сделано Тогда была бы Это наша территория А так она городская Хорошо Непонятно чья была территория То есть дом-то Ваши придомовые территории То есть у вас Она все-таки На этом плане есть Да И сейчас у вас ее Как бы Да Строитель на нее залазит Получается Я вот с этой Красотого плана Перенесла сюда Понятно Вот вы собрали подписи Отнесете в управляющую компанию Да Я вот сегодня Я хотела еще После этого Занести все в управляющую компанию Все эти подписи И оформить протокол Так И что будет делать Управляющая компания С вашими подписями Ну хотя бы протокол Пока что мы все против И потом мы Свои-то претензии Можем это высказать Сначала площадку Так Значит вот Давайте тогда По требованиям жильцов То есть вы Хотите Чтобы на месте снесенного Сорок четвертого дома Да Была благоустроенная Обустроенная территория Для парковки машин Там я не знаю Может быть лавочки какие-то Да лавочки Это не обязательно Нам не надо Хотя бы парковка Чтобы была Да Чтобы парковка Чтобы разворот был Потому что Иначе никак Невозможно Рассказать Возможно Вы понимаете Что к этим работам Они раньше чем Все растает Не приступят Да А дорогу начали Сооружать уже сейчас Да Они хотят уже Отсыпку делать Вот убирают снег И хотят уже Ну правильно Потому что То есть они в принципе То уже начали там работать У вас да Ну вот снег сегодня убирают А ну снег то убирают Может это просто Нет Мы уже с мастером говорили Поговорили да Да Он сказал отсыпку Будем делать до дороги Я к сегодня неожиданно Стали выводить Во все По всему Кирову Да Вот прямо Не обратили внимания Внезапно Внезапно После вчерашнего Ночного совещания У главы города А было совещание В 11 часов вечера Ты не в курсе Нет Господи Аня Вообще-то У нас В 11 вечера Очередная пострадавшая В городе Ага Сосулька Это я видел Сосулька Не сосулька А лавина Да У женщины Открытая Черепная мозговая травма Черепная мозговая травма В 11 вечера В мэрии совещания Сегодня всю ночь Начали уже активно Работать на крышах В городе Понятно У нас за сезем Ни разу трактор Не приехал Нерчистик в дорогу На Дериндяево 8 Это было На Дериндяево 8 Да Кошмар Кошмар Ну женщины в больнице Сейчас да Это женщина в больнице Ну вроде как У нас ждут Когда вот именно Случится что-то Тогда начинает А у вас наоборот Получается не ждут Вы еще там Свои решения Это кстати не оформили А уже приехали И начали строить Я говорю Вот звонила в УКС Говорю Почему так-то Мы ведь еще Ничего не обсудили Согласия не дали Да Согласия не дали Это наша территория Она мне опять заявляет Из УКСа Из УКСа Говорит что она Ваша территория Проверяющая компания Говорит что у вас есть тут Что у вас это придоманная Не знаю До дороги будет пока Цыпка она заявляет Но это пока Так Значит остановились Площадка на месте 44 дома Что еще Ну вот с вашей стороны Какие еще Чтобы дорогу Пусть немножко Сдвинули бы эту Развязочку Это дорога Которая Старая Идет вдоль ваших домов И выводит на улицу Красина Которой могут ездить Машины На панорамах Видно ее Такая небольшая Неширокая дорога Чтобы ее не трогали Да Чтобы ее нам не трогали Три метра она всего И вот сюда Вот она уходит Вот так вот Полоской Здесь тем более Наши коммуникации Проходят Есть ли с вашей стороны Какие-то требования По дополнительной защите Экологической Я слышала в свое время Что будут ставить Защитные экраны И тогда вроде обещали Что их чуть ли не на протяжении Всей вот улицы Попова Все что останется Вот это все закроет Защитные экраны будут закрывать Поликлинику Сейчас Сейчас говорят о том Что будут закрывать Поликлинику Одесский сад закроют Значит этими домами Елизавета Михайловна И Татьяна Петровна Нам говорили Что будут ставить экраны Еще возле школьного стадиона Да Вот это добились За три года Это добились Слава богу Около Стадиона школьного Сделают экран Пообещала Ковалева Вот Но Около наших домов Ничего не планируется Ни около нас Ни около Попова 46 Хотя у них на уровне Третьего этажа Попова 46 Девятиэтажный дом Да На уровне третьего этажа Проходит развязка Нет Путепровод То есть у них А первые этажи Значит уже под путепроводом Закрыты Путепроводом Так что И там еще съезд Около девятиэтажки Был Тоже у них дорога Прямо вот Перед Шесть метров Прямо у подъезда Ну у них с другой стороны Подъезды у них На другую сторону Но тоже очень печально Очень все печально Были ли разговоры о том Что если сейчас Вам не поставят экран А потом Когда начнет работать Вот вся эта транспортная система В полную силу И будет замерен Уровень шума Или там уровень выхлопов И будут какие-то Не самые хорошие показатели То могут вернуться К этому вопросу Вы знаете Анна Это очень все печально Но я думаю Таких разговоров нет Такого разговора И не будет Потому что у нас Сейчас вырубили Все зеленые нождение Которые мы сами садили У нас огромные там И березы были И черемухи Так же как всю Попово Переэта Все вырубили абсолютно Они объясняют тем Что они посадят Они посадят Но куда Неизвестно Они пока посадят И пока это вырастет Это знаете Сколько лет пройдет Там и сажать-то некуда уже Там дороги одни будут Там все будет Слошная дорога Да Путепровод Развязка Все Мы не имеем возможности Попово А вот только вот По этой тропке Накрасина Выходить И тогда мы выйдем На Попово Это за всю жизнь Правильно я понял Что сейчас как бы Главная ваша задача Это приостановить Вот этот начало работ Которые они начали Да Да Ну пока бы Чтобы до лета Чтобы сделали Вот тут нам все это Как следует Все прибрали Как следует Тогда уже И дорогу Чтобы нашу оставили И дорогу оставили Оставить дорогу Сделать благоустройство На месте 44-го дома Но я бы все-таки На месте жителей Вот задала бы этот вопрос Так сейчас понимаю Что я понимаю Так что задавать вопросы Поздно Потому что они задавали вопросы Получили какие ответы По-моему Вам хватит окон Сказали Шумозащитных С одной стороны А то есть С внешней стороны дома Будут ставить пластиковые окна Ну они их поставили А дома-то Тоже как поставили Потому что Самое наверное дешевое поставили Потому что люди-то С девятиэтажки Очень жалуются А им тоже поставили Да С одной стороны тоже Они по всей Попово поставили И как они В действии Очень плохо Плачевно Плачевно То есть Тише-то не стало Нет Там еще и ветер дует И вообще холодно Может пока Пока работы идут Может когда машины Поедут тише станет Ну конечно Да сейчас Надежда умирает Последний Ой да нет Давайте умирать не будем Пока Так просто вопрос Такой наверное Вам наверное стоит Может быть не только Управляющую компанию Сейчас подписями Обратиться Обратиться в Турнную Минопрокуратуру И попросить Там написать заявление Что в связи с тем-то С тем-то приложить план Согласно которому Это ваша придомовая территория У них свой Ну или вы считаете Что это ваша придомовая территория Вы считаете То есть пока вопрос Не будет окончательно Разрешен Чтобы строительство Вот это не начинали Что строительство Будет нарушать Нарушать ваши права У них есть восстановление На отчуждение Этой земли Они не пойдут на это Чтобы что-то исправить Нет подождите А вы в прокуратуру Вообще ходили? У них есть восстановление У вас есть ваши документы Они ходили по сносу домов У них это же было Да У Татьяны Петровны Опыт такой Татьяна Петровна Проживала в 44-м А доме В 44-м я проживала В 44-м Который снесли Да Мы ходили в суды Везде мы прошли Бесполезно Даже президенту ездили Чтобы сумму увеличили Компенсации Ну да Из-за земли Мы тоже Земля-то у нас тоже была Домовая Мы хотели Чтобы хотя бы нам за нее Выплатили Но нам сказали Нет это городская земля И у вас есть Ак на отчуждение И все Постановление У нас кадастровые номера На собственность есть У нас эти И на землю Бесполезно Нет ну подождите Там то ладно Ну как бы не ладно конечно Но история такая Снесли дом Людей выселили Они хотя бы не страдают Но здесь то у вас Землю забирают Получается что вы будете Дышать выхлопами Выходить под машины Из дома своего К вам не смогут проехать Экстренные службы У вас забрали Зеленые насаждения И нет еще никаких Там подвижек По благоустройству Прилегающих И на будущее Ничего нет Потому что у нас Обычно когда что-то Обещают Дату точно Они называют Когда вы ходили В суды По поводу Сносов домов Вот Задавались ли вопросы С вашей стороны Елизавета Михайловна Вот с вашей стороны Татьяна Петровна Почему не сносят Ваши два дома Нет Не задавали Такой вопрос А были вообще Нет Я их спрашивала Они сказали На старте Было решение А потом Попова 40К Вообще Вне зоны строительства Вот 42А Не мешает Тоже Но вот То что развязка Будет около них В свое время Но мы не думали Что она будет А то есть Они говорят Как что вы-то Им не мешаете А то что они Вам помешают Это их как бы не касается Да Главное что вы им не мешаете То что вот ССК-то нам сейчас Тоже строить дом Прямо Это самое Напротив нашего дома Буквально Сколько там Метров 15-20 от нас Начали строительство Они же развязку-то Хотели выше делать А теперь им этот дом То 18-этажный Очень мешает Разворота-то нет На развороте Прямо он у них стоит И когда была Ковалева Она нам обещала Что этого дома не будет Они просто им дадут Другую площадку Это когда было? В сентябре В сентябре месяце В прошлого года Да Мы ее приглашали Недавно было совсем Да И тем не менее Строительство КССК начали Да Через месяц Уже там стоит Первый этаж Уже построен И то есть Собственно говоря Из-за того Что они стали Этот дом строить Других вариантов Просто не осталось Вот так вот бывает Нет Я все-таки думаю Мы сейчас ждем Снова Ковалеву Это надо вообще По-моему Во все колокола звонить Поэтому и Ковалеву Надо ждать И мне кажется Все-таки сходить В прокуратуру Потому что у вас же Есть бумаги По вашей версии Получается спорная Все-таки территория И как бы до разрешения Спора Чтобы никаких действий Не производилось По крайней мере Вот этого добиться Да Вот остался месяц До весны А там глядите Вы уже и договоритесь Как-то Потому что если сейчас Они начнут все это И сделают То потом уже у вас Не будет никаких аргументов Чтобы принудить Их сделать Конечно Нам надо вот это Сейчас добиться Обязательно Пробовали ли вы Подключать кого-то Из депутатов Городской думы Очень даже пробовали Бесполезно Кого пробовали? Ну сначала был Садаков Когда еще Он как бы Нашего микрорайона Сейчас Шихов Ну Особой помощи От них нет Так Ковалева тоже депутат Да Она сказала Дома не будет Ну у нее У нее-то весь город Ведения А тут-то прямо Вот она дважды была Мы один раз на приеме У нее были И дважды она была В июле И в сентябре Вот в сентябре Значит Уже она говорила Что скорее всего Договоримся с СССР Что они Не будут здесь строить Приложим им другой Какой-то вариант Земли И когда они Приехали в сентябре Я говорю Елена Васильевна Как насчет того Что вы договорились С СССР Она говорит Нет не получилось Они не хотят другой участок Им надо этот Ну конечно Тут же рядом Коммуникации Будет цивилизация Место будет проходное Поэтому их понять тоже можно И вот нам сейчас Грозит такая стройка Понятно То есть у вас Со всех сторон Еще до кучи Это Я думаю Анна Мы сделаем опять же Перерыв на рекламу Уйдем И потом попробуем Все-таки связаться С Вероникой Бакулевой Программа Винный разворот продолжается Анна Лапшина Николай Голиков Наши гости Елизавета Городилова Татьяна Турунцева Это Жители домов На перекрестке Попова и Красина У которых возникла проблема В связи со строительством Путепровода И еще одну жительницу Того же микрорайона Мы подключаем Веронику Бакулеву Это дом на Попово 46 Девятиэтажный Самый девятиэтажный Да большой дом Который тоже пострадает Из-за строительства дороги Вероника Добрый день Добрый день Вы меня слышите Отлично Мы вас прекрасно слышим Ну вот смотрите Елизавета Михайловна Татьяна Петровна Рассказала нам О тех проблемах С которыми сталкиваются Их дома В связи с Предстоящим Строительством дороги А что у вас Сейчас В девятиэтажном доме В данный момент Пока тишина Но сейчас Начинаются работы По насыпи Мы пострадаем От вибрационных работ А где Работа по насыпи Начинается Далеко от вас Чуть меньше Пяти метров От дома То есть практически Прямо у стен Да Да Слушайте пять метров Это же вообще мало Это вообще ничего Это меньше Чем наша студия В длину То есть представь Здесь начнутся сейчас Работы Это норм Норматив такой То есть они как бы Выдержали норматив Да Да Они выдержали Сантиметр Сантиметр Вероника Вот у нас такой вопрос Говорят что сейчас Когда ведутся работы Ваш дом уже Ходит ходуном Что называется Да это верно Декабрь месяц Они работали Круглосуточно С вибрационными работами У нас Ходит посуда Дети не спят Вибрация такая сильная Что вызывает Панику Страх Я например беременна Я не могла находиться дома Господи Так Еще говорят вам Меняли пластиковые окна Которые оказались Не самого высокого качества Меняли пластиковые окна На шумозащитные Которые естественно От этого шума Не помогают И меняют только Со стороны улицы Попова А вот просто вопрос такой Хорошо вибрационная работа От них на самом деле Никакие окна не спасут А вообще вот вы почувствовали Что уровень шума снизился После того как эти окна установили У меня окна выходят Не на улицу Попова То есть вас как бы Сложно оценить А соседи что говорят Сложно Соседи говорят Что смысла в них не было Что можно было не менять Да? Лучше не стало Да Можно было не пускать рабочих Чтобы вот эту работу Не мыть после них Вероника Расскажите нам еще пожалуйста Ваш дом Как связан с цивилизацией То есть как вам добираются Машины оперативных служб Как Собственно Личный транспорт Добирается Добирается до дома Как вы заезжаете? Ну начну с того Что у нас было раньше Три пути Угу Сейчас у нас Будем говорить так полтора 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 Это значит улица Комсомольская Перекопанная А это вот полпути Да? Это путь Это нет Это целый путь Мы считаем Ага Есть еще полпути Который идет дворами Но сами понимаете Нашу обстановку Как чистят И как мы туда Выезжаем В принципе Точнее я бы сказать Как не чистят То есть у вас выезд Только через У вас выезд Только через Комсомольскую Да И только в одну сторону Через вокзал Если построить Вот эту вот Новую дорогу Развязку и прочее У вас Как-то улучшится Эта ситуация Или ухудшится? Мы думаем Что будет намного хуже Потому что мы будем Являться второстепенной Дорогой По отношению К путепроводу И поток Будет очень сильный Так как Это чистые пруды Выезд И въезд Из города Нас просто никто Пускать не будет На эту дорогу А там планируется Установить светофор Вы не знаете? Планируется Для детей То есть с кнопкой Светофор С противоположной стороны Улицы Комсомольской Чтобы для них Поставили хотя бы Но где он будет И будет ли он Вообще Это пока на уровне Разговоров Городской администрации По просьбе Жителей Вот нашего микрорайона То есть решений-то нет Пока Только разговор Да? Я думаю Что даже и не будет С вашей стороны Вероника Ваши соседи По вашему дому Может быть отдельно Там от жильцов От домов Сорокового Сорока И сорок второго Вы предпринимали Какие-то действия Ходили в прокуратуру Куда-то писали жалобы Да, писали мы везде По поводу стройки Ответ везде один Что ее никто не приостановит Трудности временные Вот мы даже сейчас Пример приведу Мы пытаемся С Роспотребнадзором Уже несколько раз Мы писали письма Измерить уровень Вибрации в доме Так Они перенаправляют На министерство строительства Министерство строительства Перенаправляют На Роспотреб И у нас вот этот круг Мы уже его не один раз прошли Сейчас мы пытаемся На каких-то высших чиновников Выйти Чтобы замкнуть уже этот круг И кто-то бы пришел нам И примерил вибрацию в доме Потому что ее терпеть Невозможно уже Это один-два дня Еще можно потерпеть У вас это продолжается Сколько, напомните? С какого момента? Сколько уже Это 22 декабря 22 декабря То есть мы Новый год Так встречали Веселый Новый год был Ну, кстати, у них были каникулы Они на него останавливались А, но все-таки, да Не работали Дали людям спокойно отдохнуть Дали хотя бы, да Вероника, еще такой вопрос Скажите, пожалуйста В вашем доме Много ли детей? Очень много То есть семей здесь немного Вот, предположим Даже вот Где мы живем У нас блок Три квартиры, да У нас шесть детей здесь Шесть детей в одном блоке, да? В одном блоке То есть напротив У нас трое детей То есть на этаже Получается девять детей Известно ли, каким образом Дорога вот эта Которая пойдет новая Будет защищена, скажем так Вот от детей Там будут какие-то Насколько дети будут защищены От этой дороги? Дети от дороги Да, известно ничем 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 Хороший ответ Никаких Ни отбойников Ни стенок Ничего Ну почему нам уже сказали Что окна у нас есть? Нет, нет, нет Я про другое Я про другое Дети бегают все равно Гуляют, бегают Тем более, что у нас там район Такой зеленый был в свое время Да, то есть дворы Дети бегают Они могут выбежать на дорогу просто Ну тут защиты тоже никакой Будет насыпь Если мама не усмотрела И напротив ее окон Вот прям вровень А от окон до дороги Какое расстояние? Пять метров? Или побольше? Нет, вот сейчас идет основная Пока дорога стоит Которая шестиполосная Разворотная будет двухполосная Дополосная будет пять метров А до той, по-моему, где-то метров десять Пятнадцать И на уровне четвертого этажа И все время машины Перед окнами Туда-сюда Туда-сюда Да Ну, это бы хорошо, что туда-сюда Это же пробка Это же воронка у нас получается И представь, какие газы будут Какие будут выхлопы И всем этим будут И окна не помогут Дышать-то нечем И дышать будут А сколько раз Летом и зимой вам придется окна мыть Ну, не вам, а соседям Я вот представляю себе Нам тоже придется Это же каждую неделю Можно мыть окна И каждую неделю Они будут грязные снова Да ладно уж Не до чистоты Лишь бы подышать воздухом Ну, приезжайте к нам в центр Подышите Что еще можно сказать, Вероника Но я думаю Я все-таки хотел бы Ну, как бы вам попросить Может быть, чтобы вы не останавливались Жалуйтесь больше Жалуйтесь больше По-моему, по-другому У вас ничего не получится Мне кажется, надо засыпать Просто все инстанции Жалобами на все Начиная от безопасности детей Вот они вас гоняют по кругу А вы просто засыпаете их жалобами Заканчивая экологическими Какими-то вещами Везде Не только в Роспотребнадзор В Министерстве экологии Куда угодно В городскую думу В администрацию города Везде Вот все, что вспомните Везде жалуйтесь Потому что это на самом деле Это страшное, что они делают Такая кипа ответов Вот На ответы надо писать Снова жалобы Веронику Веронику Бакулеву Наверное, мы отпустим Вероника, спасибо большое Спасибо Да, спасибо Возвращаемся к разговору С Елизаветой Городиловой Татьяной Турунцевой Вот такая стопка Вы показываете Ответов Из администрации Да Все везде Пишут, что Потерпите Потерпите Будет лучше Каким образом Будет лучше Судя по тому, что Вы сказали Будет только хуже Да, только хуже будет А вот еще вопрос Смотрите Вы 20 числа встречались Там же были представители И строители И представители УКС Они-то что говорят? Так вот они и настаивают Только что Вы должны нас Что-то есть только один вариант Вот такой Других нет, да? Сказали не хотите Мы не будем этого делать Но если они этого делать Не будут предположим Тогда что останется? Не знаю Дорогу нам не будут делать И все Раз вы не хотите Вот дорогу вам Чтобы под окнами вели Чтобы через Тепловой узел А вот тут дорогу Которую вы хотите оставить Они-то что с ней сделают? Засыплют А они ее засыплют? Да А новой не сделают На ее месте Получается отсыпка будет На месте этой дороги Тупиковая довольно-таки ситуация Но я все-таки думаю Что останавливаться-то не стоит Попробуйте, правда Мы ходили В приемную президента И в строительство В министерство строительства области Вот На приеме у Морозова были Раз пять, наверное Заместитель главы администрации Да К Шульгину не попадаем Но к Морозову попадаем Он как бы курирует Он курирует Да Стройки Вот Попадать попадаем Он так все ласково обещает Да-да-да Мы постараемся В итоге А постараемся это что? Постараемся Вот я выходила Вот последний раз К Морозову Объяснили ситуацию Что вот так и так Нам надо как-то ведь Выходить из ситуации Вы как бы изложили Что мы хотели бы сделать так-то Так-то и так-то Да Да Мы все Сам ему рассказали Что так ведь нам жить нельзя Я говорю Решайте с нами Вопрос-то все-таки Чтобы для нас было бы приемлемо Чтобы мы жили-то хоть как люди А никак Совсем с нами не считаетесь Он сказал Да-да Мы вот Соберемся Мы решим Насчет того Чтобы вам Не трогать Вашу Придомовую территорию И все на этом Да И в итоге пришли С правами Что да Мы забираем Эту вашу Придомовую Это не ваша территория Это территория города Не очень хорошо поступают Не очень хорошо поступают Конечно Да Ну что скажешь Обещают Обещают Да Но ничего не делают Видимо расчет на то Что люди Которых Отступят Которых 16 Да По 8 квартир Думают 16 квартир Просто отступят Слышишь 16 квартир Подумаешь что-то А тут путепроводными Миллиарды рублей Ну это с одной стороны Понятно С другой стороны С другой стороны А не смотри Им даже оттуда не уехать Да То есть вы не сможете Продать свои квартиры А кто их там купит Никто не купит Вот ты поедешь туда Город Нет Город не собирается Их выкупать Город не собирается Продать на рынке Их невозможно Для меня непонятно Только одно Вот 16 квартир Это не так много Можно было Снести Конечно Водома тоже Проблема было бы Гораздо меньше И затрат было бы меньше И можно было бы Сделать не двухполосную Развязку Делайте что хотите А побольше даже Чтобы не было пробок Постоянно И все необходимые щиты Поставить Чтобы детский садик Закрыть Закрыть Совершенно верно Мы даже начальство Сосказывали По поводу 18 этажки Я говорю Вы что собираетесь Тут строить Он говорит Дом Большой 18 этажей Ну а если Наши дома Вам снести У вас же будет Дополнительная Парковка Дополнительная Площадка Под детскую площадку Вот Нет Вы нам не мешаете Понятно Никому вы не мешаете Все вам почему-то Все нам мешают Все это было бы смешно Когда бы не было так грустно Со своей стороны Я вот не знаю Конечно Как прокуратура Сейчас мониторит Наши эфиры Знаю что Периодически Они это делают И напоминаю Прокуратуре Что разговор И жалобы В прямом эфире Да и обращения В СМИ Тоже могут считаться Обращения Прокуратуру Но при этом Все таки Я бы конечно Рекомендовали бы вам Не останавливайтесь Потому что Иначе С вами так и поступит Потому что По крайней мере Есть какие-то шансы На то Что прокуратура Приостановится Пока работает И тогда вы сможете Уже спокойно До теплого времени Когда будет возможность Все таки понять Получится там Сделать какую-то Благоустроенную Оборудованную зону Под парковки Еще под что Договориться В конце концов К чему-то Прийти К обоюдовыгодному Какому-то решению А администрация города и области В этот момент Сидит и ждет Прямо Вот и считает Каждый день Потому что Ведь они Чем раньше сдадут Путепровод Тем больше молодцы Кстати Ты в курсе Что строительство Путепровода Это проект Еще 68-го года Нет Я не в курсе Но я догадываюсь Что в то время Принимались такие решения Строенкиров Выложил планы По развитию Принимались такие решения Там были чистые пруды И путепровод Это был 68-й год И за это время Они не смогли придумать Решения Вот таких простых вопросов С вашими домами Ну то есть тогда Видимо Просто не думали об этом Они возникают у них В процессе стройки Ну понятно А раньше они подумать Конечно не могли Я уже им сказала Говорю Стройте нам Канатную тогда дорогу До центра города Нет Ну хотя бы до Красной Хотя бы до Красной Елизавета Городилова Татьяна Турунцева Жительница домов На Попово 40А И 42А Были в нашей студии Мы за ситуацией Все-таки будем следить Не прощаемся Вы нас держите в курсе Спасибо вам Благодарим наших гостей Вернемся в следующем часе Спасибо Спасибо